Здравствуйте, рады мои! А кто нам не рад, тоже здравствуйте! Это видео сейчас про... Не знаю, про каких людей, как вот с их головой. Порядки или нет? Слушайте. Читайте. Для начала прочитаем комментарий, который мне оставил мой, как он утверждает, не подписчик. Дед, это не химтрейлер, а самолет. Вы не знали, что такие существуют? Каждый день по всему земному шару летают. Говорят, они следят за теми, кто шапку из фольги не носит. Так что срочно надевайте. Так, рады мои, есть люди, люди, которые верят, что, допустим, ходят с крестиками церковными, православными, освященными, амулетами, талисманами, оберегами, ну, людей все. И не верят, что эти вот, эти вот талисманы им помогут. Я согласен, это так и сто процентов, если человек верит в это, верит, это сто процентов помогает. И там, если какие-то муки это ослабляет, и все легче, и, в общем, сто, сто процентов помогает. Вот кто-то дал, допустим, крестик, или амулет, или оберег, какой-то там, колдун, или что-то там сделан сам, или хоть игрушечка какая-то, которая ему счастливая. Понимаете, вот есть такие вот, она здесь помогает сто процентов. Вот, это ничего не так, потому что человек верит, это все, это сто процентов. Но, согласен, будет выглядеть глупо, верить так, можно еще людей понять, которые, вот так, для начала, которые, допустим, оберег, какой-то языческий, коник какой-то, коник, и кому-нибудь говорит, впарив, кого-то носишь, там, крест, допустим, православный, не помогает это. Вот, коника носи, вот, оберег, я могу понять этих людей. Он считает, что вот этот игрушечка, или такой там, амулетик, талисмантик, лучше, чем вот этот талисман. Понимаете, вот этих людей можно понять. Но я думал, что таких, как назвать-то, чтобы не обидеть-то, без мозгов, вот так вот, по-научному, без мозгов, таких существ нету, таких существ нету, которые, допустим, носят, амулет, человек какой-то, допустим, амулет помогает, а другому говорит или пишет, ты еще, талисман, блин, себе возьми, ходи с талисманом, и думай, что он тебе поможет. Понимаете, он сам ходит с этим оберегом, а про других думает, что они глупые, если ходят тоже с оберегом. Понимаете, вот абсурдная ситуация-то, это же полностью без мозговое существо, согласитесь, он смеется, получается, над собой, родные, он сам с этим ходит, с талисманчиком, а над другими смеется, с талисманами ходит. Так вот, родные, давайте опять посмотрим этот комментарий. Дед, это не химтрейер, а самолет, вы не знаете, что такие существуют, но меня троллит. Каждый день по всему земному шару летают, а теперь, слушайте, говорят, они следят за теми, кто шапку из фольги не носит, так что срочно надевайте, я ему пишу. На мордик не снимай, и перчатки надень, как он так же им говорил, а то, говорят, захвораешь. Комментарий, его роду, я не прошел, может, он сам его удалил, не знаю, может, YouTube забарковал, но в уведомлениях он у меня есть, и вы комментарии, читайте, на мой ответ, чтобы маску, на мордик он не снимал, он мне пишет, скажу, деда Сергея, что вы все по себе мерить, то меряйте, может, вы и привыкли на мордик одевать, но я обычно пользуюсь маской, а не на мордиком, понимаете, он обычно, читайте, обычно, а что такое обычный, обычный, блин, вот, обычный роду, это, 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 это же, постоянно, так вот, этот человек, роду, 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 только что, мне, вот, написал, что, с шапочкой, с фольги, одень, он смеется над теми людьми, который защищает себя от каких-то волн, защищает, и, потому что, как он пишет, говорят, что защищает, ну, я знаю, шапочка с фольги точно защищает от каких-то волн, но, на мордник сто процентов не защищает, а он смеется над теми людьми, которые хоть шапочку, допустим, носят с фольги, но он же сам носит маску, обычно, понимаете, какой глупость, вот безмозгленность над собой не смеется, не понимает, что он сам, блин, хуже, шапочка с фольги поможет от чего-то, от каких-то волн, а вот, а вот маска-то на мордик не поможет от вируса, сто процентов, блин, он ходит обычно, вот такие вот люди, оказывается, есть, безмозглые, все, лайки-дизлайки, до свидания, города мои, и до свидания. Продолжение следует...